Добрый день! Вы слушаете Радио Imagine в студии Александра Гармашова. И как мы вам и обещали, начиная уже с позавчерашнего дня, у нас в студии Артур Беркут, музыкант, голос российского хэви-метал, если можно так сказать. Можно так сказать? Ну, можно так сказать. Добрый день, дорогие друзья! Я Артур Беркут. Ну, не только здесь, не только я один. Да, у нас также в студии присутствует музыкант, гитарист, который отдаленно напоминает Стива Морзе или, может быть, даже Дуга Алтриджа, ну, в длинные белые волосы. Это Альберт Визенберг, это группа Top Gun, которая, как я понимаю, вы говорите как можно ближе к микрофону, дальше мы вас не услышим, которая будет сопровождать Артура в сегодняшнем концерте вечернем в клубе Джаггер. Ну, или наоборот, я могу их сопровождать, то же самое. Да? Да, ну, конечно, мы же все вместе. А, у вас происходит какая-то там борьба, там, за... Ну, поборемся, я думаю, что на сцене, конечно, за внимание делаешь. Всегда, да, всегда может быть какие-нибудь... Самое главное, чтобы мы вместе договорились на сцене. Если не договоримся, то будем бороться. А еще не пробовали договариваться вообще? Пока нет, еще. Я только что приехал. Это эксперимент получается, да, своеобразно? Да, у нас сегодня первый концерт совместный с Артуром. Первый совместный концерт с Артуром. И мы всех приглашаем сегодня в гости, потому что, ну, для нас, для группы Top Gun, ну, это большой событий. Альберт, как я понимаю, что вам частенько приходилось выступать с западными звездами, рок-звездами в том числе, и с нашими звездами. И как каждый раз получается, что вы практически без репетиций выходите на сцену и начинаете играть вот их репертуар? Все первые концерты с разными артистами происходили именно так, да. Мы репетировали на Саучейке, или не репетировали, в принципе, вообще. Наверное, мы уже надеялись на, собственно, просто опыт, какую-то смелость, так сказать. Ну, и вообще, это рок-музыка, понимаете. В середине концерта, когда что-то вдруг идет не так, происходит какая-то химия, импровизация, она, на самом деле... И вам уже не расстаться. Да, нам уже, да, не расстаться. Начинается любовь, дружба. И людям это очень нравится, кстати говоря. А потом и совместная выпивка, наверное, еще, да? Или нет? Ну, я так не могу сказать, конечно. В принципе, вы знаете, для музыканта 12 часов дня – это все еще утро, на самом деле. Не хочется показаться в столь ранний час антисоциальным, начать рассказать про то, что происходит после концертов. Хорошо, вернемся к Артуру. Главное, чтобы во время концерта происходило. А что во время концерта происходит? Главное, чтобы происходило все во время концерта. А там после концерта там уже видно будет. Ну, вы такой, Артур, маститый музыкант. Вы давно в этом жанре музыкальном. У меня ни в коем случае не повернется язык назвать это русским роком, потому что то, что мы называем в принятии таком вот понятием русский рок, этим оно не является. Это вполне на таком, вот действительно, как вы правильно сказали здесь, вот в кулуарах, что рок есть рок, и он интернационален. Это не важно, какой национал есть. Ну да, мне кажется, рок-музыка – это просто единственное направление, которое оно есть. Но он не может быть русским или каким-то английским. Есть какие-то ответвления, есть какие-то жанры. Другие, с которыми ассоциируется рок-музыка. Ну, мне кажется, это… Нет, если вы хотите, просто очень много людей уже привыкли называть русский рок. Ну, потому что поют по-русски. Ну, может быть, поэтому, да. Про вас вообще написано очень много интересного. Во-первых, я узнала о том, что вы закончили Гнесинское училище московское музыкальное по классу вокала. То есть ваши корни – это же был, наверное, какой-то вокал, не рок-вокал. Наверное, вы этому не училище. Нет, к сожалению, да. Я могу сказать, что в то время не преподавалось какого-то такого вокала. Были какие-то вокальные джазовые отделения, но это совсем, в общем-то, было отдаленно от того, что я делаю. Поэтому я поступил на классический вокал, и вместе с Михаилом Серышевым мы закончили это училище. Ну, честно могу вам сказать, что было интересно. Серышев – это вокалист группы «Мастер». О-о-о, а что вы пели? Ой, пел «Романсы», пел «Арии» всякие, был вокальный ансамбль, то есть там, где нужно было строить голоса, сальпеджио. Это очень интересно, и я точно могу сказать, что, в общем, это не мешает, а только помогает. И даже в рок-музыке, мне кажется, вот именно то время, когда я учился, мне кажется, ну зачем это нужно, ну кому это надо? Вот эти ноты, вот это все вот, вытаскивание, какие-то диктанты, музыкальные диктанты. Но на самом деле мне это очень пригодилось, честно могу сказать. А сама постановка голоса, ведь тоже, наверное, рок-музыка – это экстремальная. Вот это уже другое. Это действительно экстрим какой-то. Хочешь, в чем-то это помогло, но, может быть, сохранить голос. Наверное, дыхание. Скорее всего, дыхание. А постановка голоса – это настолько индивидуальная такая вещь. То есть люди в музыкальном училище, они делают все канонами. Ну, пускай это, конечно, грубо, я так говорю, но голос, допустим, вокальный тенор, как вот у меня там альтина, он должен звучать вот так вот, как… То есть вы тенор? Ну, да. Ну, почему так пренебрежительно? Это же любимый женский, любимчик женщин. Ну, ладно, пришел, позвонил в домофон ко мне человек, и пришел курьер, принес какой-то кусочек аппаратуры и говорит, бабуль, на какой этаж-то везти? Поэтому я и говорю, что я тебе… Я говорю, слушай, дедуль, вези на 14-й, так что не ошибешься. Так что, конечно, тенор. Артур Беркут в студии Радио Имиджин. Давайте послушаем песню под названием «Металл устал». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому А потом украл, металл стал Крохотный глоток, я надежд ловлю Запасаюсь прок Артур, вот беспощадный рок, это беспощадный рок рок-н-ролл в смысле или судьба? Это просто игра слов, дорогие друзья, это просто беспощадный, конечно Рок он беспощаден, вот наш рок, который в музыкальных смыслах В смысле русский, да? Нет, не в коем-то разе Ну, в какой-то степени да, я бы сказал Только с хорошей стороны С хорошей стороны? Да Хорошо, а что он вам дал хорошего в жизни? Ну, я, наверное, что хорошего? Это, наверное, часть моей жизни, без которой я не могу существовать Не могу назвать это работой Это просто та вещь, в которой я живу То есть я просыпаюсь с этим и ложусь с этим А что плохого тогда дал вам рок в жизни Артуру Беркуту, гостя нашей студии? Ну, ничего, я бы не сказал, ничего у меня плохого Может быть, какие-то отдельные года, которые были проведены на гастролях Раньше, вы же помните раньше, когда люди работали в Москонцерте, они уезжали на месяц, на полтора Их не было, и, конечно же, за то время, за полтора месяца можно потерять чуть-чуть много здоровья То есть раньше как-то не занимались фитнесом на гастролях, а наоборот, в общем-то, как-то Да, теряли И, наверное, да, вот именно вот это вот время, может быть, немножечко было, ну, просажено Вы здесь дали признание, что вы уже лет 15, как, вообще не употребляете никакого алкоголя Ну, не 15, а 11 лет Это уже порядочный срок То есть вы так волевым усилием взяли и перестали, да? Ну, только так сделал, конечно А до этого было... Ну, во-первых, так, если уж так говорить, очень много на печальной ноте Очень много моих друзей ушло из жизни, вот именно поэтому Это музыканты, замечательные вокалисты, гитаристы и барабанщики И, в общем-то, продолжается Продолжает уходить И западная музыка показывает, например Потому что они вовремя не могли остановиться А я считаю, что всему свое время Мы посмотрели в окно, где у нас тут идут строительные работы Действительно, с коллективом, который вас... Ну, не то что видит впервые, может быть, но мало знаком То есть не настолько вы сыграны с ним Сложно это? Ну, я, во-первых, я пока не пробовал Это раз То есть вообще не первый раз не со своей группой? Да, вот моя группа, я не могу сказать, что это моя группа Это группа, у каждого музыканта есть свой проект И не один То есть они занимаются тоже музыкой И когда у нас есть возможность, мы вместе собираемся И выступаем как группа Артур Бергут Я объясню еще Артур Бергут Потому что, если бы мы назвали, допустим, черные наушники группы То это очень долго объяснять организаторам Вокалист этой группы, черные наушники Является Артур Бергут Да, известен по группе Ариа, в автограф и так далее Лучше дурака не валяй, просто называй сразу и все Те люди, которые вспомнят, вспомнят Если не вспомнят, то не вспомнят То есть так быстрее просто будет То есть это не из-за пафоса Я не пытаюсь оправдаться, я просто говорю, что... Нет, ну действительно, сразу все ясно Знаете, группа Артур Бергут Ну, он скажет, ну, вообще, что ли, обнаглел Не, ну, а почему? Ну, есть же Дио У, да? Ну, это уже серьезно Джон Бонжови тоже долго думал Да, кстати, тоже, да А вот почему Бергут, скажем, не Стервятник, не Орел, не... Ой, ну, наверное, это далеко уходит в прошлое Потому что у моего дедушки фамилия Бергут Правда? То есть это ваша фамилия Михеев, ваш дедушка был Бергут То есть это семейная фамилия, это не какой-то там красивый псевдоним оказывается Нет, там очень вообще долгая история У меня родители еще артисты цирка Да, я читала И потом это такая целая история по фамилиям Я, в принципе, мог бы быть и Михеевым Ничего страшного не случилось Но просто ребята из ансамбля «Автограф» говорят Они тогда уже решили, говорят, давай ты будешь Бергутом Потому что, ну, более такое Звучит как погоняло Я вот, кстати, вспоминаю группу «Автограф» Я вот, наверное, сейчас не вспомню и не воспроизведу ни одной какой-то известной песни Но почему-то, когда говорят «Группа «Автограф», мне как-то хорошо становится Ой, Ирландия-Ольстер, Брюска-Приз, Ирландия-Ольстер, Термини безопасности, Марсианские хроники Огромное количество песен Это была первая группа профессиональная, в которой вы пели? Да, я думаю, что... Нет, ну, была до этого профессиональная Вы знаете, профессиональная группа – это та группа, после выступления которой тебе платят деньги Значит, это уже профессиональная Были группы, за которые мне платили деньги до «Автографа» А, конечно, серьёзный ансамбль, ну, то есть серьёзный ансамбль – это был «Автограф» Это был 82-й год То есть ещё Советский Союз, вот этот советский рок – это вот то, что вызывает мне почему-то лично большую симпатию, чем «Автограф» А потом ещё, в общем-то, в 19 лет быть членом Москонцерта – это ситуация вообще тогда Причём, самое интересное, я параллельно ещё и учился на дневном отделении А как, кстати, преподаватели относились к этим вашим привольным экспериментам? Отвратительно, отвратительно относились, они просто ужасно То есть я когда приезжал в гастроли, они меня просто издевались недавно Ну, оценки снижали Они сейчас, наверное, уже очень старенькие И не слушают это радио Но если бы они слушают, говорят, ну, сволочь, ну, мы тебе устроим Предал классику Нет, нет, дело даже не в этом Дело в том, что мне нужно было успеть сдать экзамены Причём как следует Если человек тот, который ходит постоянно на занятия И у него что-то не получается Ему это сходит с рук А тот человек, который ездит и продаёт билеты на стадион практически На один из концертов Значит, вот этого человека надо действительно посадить на место Чтобы он знал своё место Ну да, времена такие были Да Я знаю, что в вашей жизни был также период заграничный Вы уезжали в Америку, да? Да, да, да Вы хотели там... Ну, это не ПМЖ, это мы подписали контракт Да? Пописали контракт на 5 лет Группа автограф Ага И я там остался ещё Короче, я там прожил 9 лет Ну, было же, наверное, желание остаться, может быть, со всем там как-то Ну, зачем? Или вы всегда воспринимали именно как... Моя родина же Россия, зачем? Ну, это понятно Но, может быть, там действительно в лучшие условия как-то для жизни, для творчества Вы знаете, честно могу сказать, что мне там больше всего понравилось, это погода Погода там очень хорошая В Калифорнии Там нет зимы, там всегда такая благоприятная погода Очень много музыкантов Огромное количество студий, звукозаписывающих И всё практически, то, что касается музыки, то же самое Ну, действительно, это возможности, наверное, для музыканта Не, можно было остаться совершенно спокойным Ну, просто мне... А потом, мне кажется, здесь больше движуха, чем там Там скучно Да Ну, уже становится... Ну, как, мы уже все штаты объездили Уже со всеми познакомились, со всеми перезнакомились Все песни переиграли Ну, записали ещё один альбом Ну, как-то всё это... А автограф тогда же пел на английском языке, да? Мы приехали туда, да Я выучил программу на английском языке Кашпарял жутко совершенно Но мне пришлось это сделать И надо мной работать И уже, соответственно, так где-то год через три, через четыре Мы записали альбом, уже нормально Уже практически без акцента был Хотя, я не понимаю Я русский человек Почему я должен петь без акцента на английском языке? Наоборот, это здорово Пикантно Минуточку Скорпион споёт? Да Там же вообще, правда, понять ничего не возможно Ну, в общем, наверное И до сих пор он поёт с акцентом И не жужжит Американцы вообще сами с акцентом говорят Если уж на то пошло по-английски Нет, это они думают, что все вокруг них Говорят с акцентом Когда приходит англичанин Они так смотрят Такое лицо делают Нифига себе На каком языке он говорит Я говорю, ребят Это вообще-то английский язык Изначально Знаешь, да? Потому что один А вот сейчас вообще нет желания Что-нибудь исполнить на английском языке Записать какой-то хит, может быть, такой вот Англоязычный Ну, желание где? В России? Нет А зачем? Да даже не знаю, для пунктов У меня просто был такой проект Zoom, он назывался И мы, да Решили реанимировать его Здесь, в России И потеряли очень много зрителей То, что были какие-то зрители Минозоанглийский язык, да? Да Они приходили, говорят Не потому, что они ничего не понимали А потому, что они говорят Что, ну, не надо только здесь вот Своим ребятам Ну, мне кажется, что английский же в рок-н-ролле Это, ну, как итальянский в опере, наверное Это именно язык рок-н-ролла Ну, все равно, когда человек живет в России И разговаривает на русском языке Мне кажется, нужно петь на русском языке Чтобы это было вообще всем доступно И всем понятно Тогда вы, наверное, очень серьезно подходите К созданию текстов, стихов Своих песен, да? Ну, да, да Вы все же пишете сами? Нет Я пытался, но у меня не очень хорошо это получается Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом А кто сейчас пишет? Маргарита Пушкина? Может ли? Господь с вами Господь с вами Нет Поэт, тот, с которым я работаю сейчас Очень тесно Его зовут Анатолий Жуков И у него очень хорошие доступные тексты И очень много вещей Я написал именно на его текст То есть я раньше этого не делал Обычно пишется сначала рыба Как мы это называем Ну, музыка там И все И он уже там То есть начинается все с музыки, да? Обычно Обычно так Обычно так С какого-то риха Да, да, да И уже Ну Если, конечно, есть такая возможность Я прошу его написать там об этом Или об этом Самое главное Не затрагивать Вот я лично считаю Не затрагивать какие-то там политические темы Ни в коем случае Люди пришли на концерт отдыхать От работы От пробок От всего вот этого И какие-то темы такие Ну вот Грубо говоря О любви Ну, это самое правильное Да, о любви Это, в принципе То Такая тема Которая касается всех Самое главное Как об этом написать Чтобы это было доступно Чтобы люди Действительно прожили Это еще раз Вспомнили Какие-то свои переживания Я считаю Это очень актуально Всегда Ну, я вот тут чувствую себя Немножечко Так, знаете Не в теме Потому что Я обычно воспринимаю Вот Англоязычный рок И вокал воспринимаю Как часть музыки Поэтому никогда не задумывался О чем они поют Хотя, когда я прочитала Переводы Те песни Сидите Мне стало страшно Это Похабщина такая Откровенная Но В общем-то Не имеет, наверное, значения Очень много групп Там Да, да Вообще А у вас все так как-то В общем-то, в принципе, красиво Хоть и по-русски Нет, очень здорово То, что Русский зритель Он обращает Внимание на текст Ну, давайте тогда Послушаем песню Орел Я нашла Вот Беркут Орел Тут все Как-то так взаимосвязано Давайте Попробуем Слушаться в текст Спасибо Затянет небо Тенью серых туч И померкнут И померкнет свет Как просто По звездам путь Отыскать во мгле Отважным Не каждый быть Может на земле Расправив крылья В небе он парил С высоты С высоты Бросая взгляд И был ему Белый свет Не мил А ночь во сто крат Ветрам на зло Летел Что было сил Не зная преград Средь молний Как вольный бог В тучах он летал Всех смелых На деле ждут Боли высота Как странно линии Судьбы перепелись И голосом стекло Через окно Ты молча Смотришь вниз Мечтая Стать Одлом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мечтая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знай, где это В рассвете есть Тот светной орел Вы слушаете радио Имэджин В студии у нас сегодня Артур Беркут И я, в общем-то, понимаю, что многим это может показаться каким-то подхалимажем, но я теперь стала вашей поклонницей, потому что мне очень нравится, как вы поёте. Вот честное слово. Спасибо большое. Я очень люблю правильный мужской вокал. Я на этом радио работаю музыкальным редактором, и я как бы знаю в этом толк, как мне кажется. И действительно великолепно, вас легко слушать, это звучит красиво. И в русской музыке как вот я слышала такое мнение от своих коллег, что у нас научились неплохо играть, на гитаре в том числе, инструментальная часть, но с вокалом, как правило, у нас бывают проблемы некоторые. А здесь я вижу, что есть всё-таки вокалисты, не перевелись. Это, может быть, и профессиональная подготовка, или что? Это талант от Бога. Вот откуда это вообще всё? Не знаю. Я как-то так не задумывался на эту тему. Ну, насчёт исполнения на гитаре я просто себе аккомпанирую. То есть я не могу сказать, что я там какой-то супергитарист. Точно так же то же самое касается и клавишных инструментов, фортепиано. Я, наверное... Вы их освоили постепенно, или как это происходило? Наверное, да. Может быть, это просто наработка какая-то. А может быть, это просто... Мне лично, мне очень всегда нравился аккомпанемент Элтона Джона на фортепиано. Я знаю, что вот этого, в принципе, в училище делать нельзя. То есть нельзя блямс-блямс, блямс-блямс, блямс на фортепиано играть. И мне нравилось. Он такое ощущение, прямо вот он играл, как на гитаре он играет. Да, да. Хотя, у него консерватор... То есть реально консерваторское образование. Он может серьёзно играть. Но когда идёт какое-то вокальное произведение, он себя компонирует очень просто. И это... Слушается очень просто. И слушается очень здорово. Как-то, ну, идёт такая пульсация такая. И вот именно я очень много у него просто так. Не то, чтобы научился, но слушая его, так вот... А кого ещё можете назвать своими учителями в рок-музыке? Учителями в рок-музыке? Ну, кумирами. Как, я не знаю, как лучше сказать. Ну, я могу, наверное, сказать, что все музыканты группы «Автограф», когда я присоединился к ним, они уже были... Уже учились в разных учебных заведениях. Некоторые из них закончили. И, наверное, вот именно вот это вот... Вы были самый молоденький, наверное. Я самый молодой был, да. Отцам. Сын полка. И, наверное, вот это вот... Ну, вот это время, проведённое с ними, наверное, я очень многом научился у них. Не, наверное, а точно, скорее всего. А там уже просто, наверное, запрещённые грампластинки, запрещённые какие-то магнитофонные ленты были, кассеты. Вот это всё, наверное, немножечко добавлялось от западной музыки. А если вспомнить детство, вот самое яркое такое впечатление музыкальное, вот что на вас произвело? Что-то вы услышали и подумали, вот это да, хочу так же. Самое яркое впечатление... Визуальное просто для меня или... Для вас, для вас, конечно. Ну, наверное, концерт «Пинг Плойд» мне очень понравился. Да, вот эта вот та вещь. Концерт «Мотли Крю». Я очень люблю такую музыку. То есть, да так, ближе. Нет, «Пинг Плойд» — это более... для меня как классика рок. Академично, да. Да, да, да. А то есть ваш жанр — это сугубо такой вот всё-таки металл, который устал. Ну, нет, вот самое главное. Я это и хотел сказать, что у меня нет жанров никаких. У меня нет... У меня нет каких-то таких рамок, в которых я должен какую-то писать музыку. Вещина, плевать. Да и не надо. Мне кажется, это придумали критики. Хочется написать балладу. Я пишу балладу на любые темы абсолютно. В этом-то и есть такие рок-музыканты, которые играют металл до сих пор, которые практически, ну и физически, не имеют права выходить ни туда, ни сюда, потому что они тут же растеряют какую-то свою аудиторию, свою публику. А я могу это сделать. Наверное, откуда это пошло? Наверное, это пошло от того времени, когда мы играли прогрессив-рок. Потому что прогрессив-рок, он там и рок-музыка, и классическая музыка, и баллады, и какие-то такие тяжёлые риффы. Всё можно было смешать. Это вы играли где, когда прогрессив-рок? Это в автограф. В автографе всё-таки, да? Да-да-да. Надо всё-таки вот как-то найти и послушать, потому что как-то со временем, наверное, восприятие... Мы в Питере очень часто приезжали сюда, играли в дворцах спорта, и здесь были постоянно аншлаги. А вот коллеги по группе как-то, вы с ними остались в каких-то отношениях? Ну, конечно, а как же? Да-да-да. А у вас остались музыки вообще? Или как жизнь сложилась? Да, все так или иначе занимаются музыкой, конечно. В основном, наверное, каким-то пропродюсированием, может быть, да? Или чем-то введением кого-то другого. Нет, просто вы так смотрите, только ощущение, что так долго не живут, да? Нет. То есть, до сих пор кто-то занимается музыкой? Господи, ходить-то могут ещё? Ну да, кстати, да, действительно. Нет, 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 нет. Они занимаются музыкой, и мы по мере возможности Александр Сисковецкий, который живёт в Соединённых Штатах Америки, приезжает сюда, и если есть такая возможность, мы собираемся вместе и играем какой-нибудь концерт или два. Здорово. Или фестиваль. Это всегда очень интересно. Я прочитала, что у вас юбилей буквально наносу тут уже. Юбилей у нас не то слово. У меня лично, не буду говорить, какой юбилей. Ну, мы знаем, полукруглый. Куда вы знаете? 30 мая. 30 мая у меня будет юбилей. Огромное количество гостей будет музыкантов, поэтов, актёров. Я устраиваю этот юбилей в отеле Корстен, в Золчайковский. И будет очень-очень интересно. Там же будут выступать группы известные, певцы известные и так далее и тому подобное. А вы дружите со многими музыкантами? Ну, в общем, да. И вот эти ваши друзья не придут на концерт? Обязательно. А вот если вспомнить всё-таки группу Арио, которая тоже дала такой толчок, может быть, вас... Вот именно толчок. Да, вашему творчеству. Я знаю, что не очень хорошо вы расстались. Тут дело не в этом. Дело в том, что толчок Ария мне не дала. Я просто присоединился к этой группе, когда... Вы им дали пинок. Нет, просто когда не было вокалиста и нужно было ехать на гастроли. И да, они были моими друзьями долгое время. Ну, у меня просто была ассоциация, что Артур Беркут Ария именно вот как-то так вот запала где-то. Ну, это просто, наверное, такие... Стереотип, наверное. Да, да, стереотип, который остался... Наверное, прошло время после автографа, потом было какое-то ещё время, и потом уже была вот группа Ария. Я знаю, что они не разрешают вам даже то, что вы сами сочинили, исполнять теперь. Это действительно так? Что они делают? Судились с вами и не разрешали вам исполнять то, что вы написали в составе группы. А, нет, нет. Там совсем другое было. Там просто какие-то личные совершенно... Личные проблемы музыкантов. Ну, знаете, как вот, допустим, сегодня нормально, а завтра яичница подгорела, и нужно пойти всё и перевернуть с головы или с ног на голову. Вот. Так что, в принципе, это ничего интересного нет. То есть никак вас не травмировало ни в коем случае морально? В коем случае наоборот. Захалило. Наоборот. Тут наши слушатели спрашивают, а правда ли, что Артур исполнил, записал гимн МХЛ? Да, совершенно верно. МХЛ-то хоккейная лига какая-то, да? Да, да, да. Хоккейная лига. Молодёжная хоккейная лига. Молодёжная лига. Я никогда не писал гимны, но исполнительный директор попросил меня попробовать это сделать. То есть это мой один из очень близких друзей. Я был на игре, мне настолько понравилось, настолько меня это захватило. Прямо такое ощущение, что это прямо вот часть как рок-музыка. И я пришёл домой и решил попробовать написать гимн. И я буквально там где-то дня за два опять же стихи Анатолия Жуков помог мне туда вставить как следует. И мы записали его. Я как понимаю, что хоккей он ближе к хэви-металу, к рок-музыке, чем футбол. Почему ты так подумала? Хоккей. А, хоккей? Ну, ближе я имею в виду по каким-то переживаниям. Те, которые на самом деле. Потому что это стадион, это публика. И то, что творится на поле. На коробке, да. На коробке. То есть это вот прямо у меня такое... Это лизия, моё личное мнение. Это же я просто никому не наносил. Ледовое побоище такое. Да, да, да. Я смотрю его весь в металле. Ну, какой же это металл, что ли? Ну, а как же? Пластмасска, что ли? Вот покажите нашим слушателям в камеру. Да, это всё... Шикарные браслеты такие. Вот повыше поднимите. Серебра. Повыше. Да? Ага. О! О! Круто! О! Серьги там вот, много дырочек в ушах даже. Ну, да. Это с каких пор? Ой, я даже не помню. Так давно всё это было. Засыпал, просыпался, смотрю, дырка. Не помню ничего. Я поэтому 11 лет не пью. А, ну да. Чтобы я продолжал пить, я всё был бы в этих, в дырках. У нас неделю назад был Маврин здесь, в студии. Он ещё помимо вот всего этого вот блестящего, красивого, он ещё демонстрировал свои наколки у вас. Наколки обязательно. Есть тоже, да? Есть такие. Просто верхние одежды я не буду заставлять раздеваться ни в коей мере там. Нет. Ну, то есть имеет место быть, да? Да, у меня там много всего. Ага. А что-то такое восточное там, как я понимаю? Японское катакана. А что это значит? Катакана – это шрифт, японский шрифт. Один из моих приятелей – японец. Я его попросил сделать имена детей и жены. Ага. То есть, да, здесь все мы самые родные и близкие люди. И, соответственно, вот. Поддержка, да? Низи. Вот. Вот это беркут. Это иероглиф японский беркут означает. Обалдеть. Здорово, да. Видно, да. Интересно. Артур, скажите, а в обычной жизни вы, если у вас, конечно, есть обычная жизнь. Обязательно. Ну, раз у вас есть дети, жена, значит, жизнь-то обычная есть. Вы такой же хэви-рокер? Еще хуже. Я еще хуже. Как вы детей воспитываете? Как же я их воспитываю? Ну, как я их воспитываю? Так я их воспитываю. Я как-то над этим не задумываюсь. А им сколько? Семь и десять. То есть они еще такие, в общем-то, поддающиеся воспитанию пока? Нет, нет, они молодцы. Они очень послушные. Они ходят в школу, они получают замечательные оценки, отличники. И у меня мальчик и мальчик. Нет, мальчик и девочка. Они отдают себе отчет в том, что их папа рок-музыкант. Ну, как-то привыкли к этому. Я думаю, что они как-то не обращают на это внимания. Единственное, я бы честно могу сказать, что я не хотел, чтобы они шли по моим стопам. Ну, не то это. Я имею в виду шоу-бизнес. Но мальчика не удержать. Это стопудово. Я думаю, что он, да, он уже просто... Он музыкальный, он... А гитара уже есть? У него или у меня? Да, у него, конечно. У него есть гитара. Да, он пока, конечно, не играет, но он в основном танцует. Он очень здорово танцует, двигается. И, конечно, у него приоритет музыка-рэп. А. Вот он любит рэп. Как бы такое позволили-то вообще. Да, да, да. Он когда слушает, если папа репетирует, он говорит, пап, ну что это старье какое-то? Ну что ты делаешь? Слушай, как же у вас такого человека мог вот так вот ребенок-то с таким увлечься безобразием? Я говорю, ты понимаешь, дорогой друг, то есть это вот моя... Хотя вот он приходит на концерт, ему нравится. Он говорит, как же они там все слова твоих знают? Ты там же поют прям слова все. Я говорю, слушай, ну вот так вот люди приходят. Это вот... Причем самое интересное, поколение совершенно разное. Начиная от 14 лет, заканчивая там 50... Это ваша публика, да? Да. Очень странно. Для меня это вообще... Я думаю, что люди, по идее, должны ходить уже бабушки приходят и говорят, я на вас выросла. Можно автограф, я выросла на вас? Я говорю, ну то есть все уже, конец. Дальше уже некуда. Давайте послушаем песню под красивым названием «Березы» в исполнении Артура Беркута, а потом еще раз напомним нашим слушателям о том, когда и где сегодня можно будет встретиться с Артуром на концерте в нашем городе. Давайте. «Березы» в американàng «Березы» Над рекой стелятся туманы Золотым облаком шумят леса Над рекой тают караваны Журавлей крикливых в небесах Улетят птицы на рассвете Позабыв, что когда-то здесь росли И опять, растворившись где-то Стихнет боль обиженной земли Здесь синей и выше неба Здесь ручьи прозрачней слез Но летит туда, где не был Птичий клим от дома и берез Спит Париж Гаснет ночь в карбине И Стамбул не во сне А наяву Люди словно птицы на чужбине Живых, но без родины живут Помнят есть синее небо И ручьи прозрачней слез И летит туда, где не был Птичий клим от дома и берез Бросить все И на пепелище И упасть И к земле прильнуть щекой Лишь бы здесь Хоть с умою нищим Жизнь дожить и обрести покой Где синей и выше неба Где ручьи прозрачней слез Но летит туда, где не был Птичий клим от дома и берез Есть земля, где оставил сердце Но вокруг лишь чужие голоса Иногда, чтоб душой согреться Русские глядят на небеса Иногда, чтоб душой согреться Русские глядят на небеса У меня почему-то хорошая вот с этой песней Ассоциация возникла с моей любимой группой Песнеры Вот тоже у них какой-то вот текст Березки, вот там природа красивая Вот такое вот что-то приятное Хорошее Ассоциация замечательная Приятная ассоциация, надеюсь Итак, сегодня вечером в клубе Джаггер Вместе с группой Топ Ган Здесь у нас также присутствует Альберт Гитарист замечательный Петербург знает его Альберт Визенберг Представитель этой группы, который переиграл со многими Ну и вот сегодня группа Топ Ган играет с Артуром Беркутом Или Артур Беркут поет с группой Топ Ган Вместе Вместе! Я желаю вам удачи, чтобы вам сыграться Спасибо, спасибо большое Я почему-то в вас верю, Альберт Спасибо, а вы придете сегодня вечером к нам на концерт? Ну постараюсь, но не могу обещать, к сожалению, да Ну мы пригласим всех тогда Всех тех, кто слушает, наверное, нас сейчас и смотрит Приглашаем сегодня всех в Джаггер Дорогие друзья, мой любимый Питер Приходите сегодня вечером Потому что от лица всей своей любимой группы И всех своих друзей Я вам гарантирую, стопроцентный просто кайф, драйв И мы вас в очередной раз удивим, это правда Артур, скажите, а вам часто приходится бывать здесь в Петербурге? Часто, часто, да Как вы относитесь к нашему городу? Ой, я обожаю Чем он отличается от Москвы? Обожаю Взглядом москвичат Он отличается, я не знаю Даже не знаю Мне кажется, очень сильно отличается Во-первых, людьми Люди другие Атмосфера другая Погода другая Я не говорю, что она плохая или хорошая Но вообще дух Питера ни с чем не сравнимый Ни с одной страной мира Но Москва же тоже хороша по-своему Это даже я, как питерский человек, говорю об этом Ну, Москва Я просто там живу Не обращайте на это внимания Ну, как, да, да, да Это все равно, что жить около океана И те люди, которые живут около океана Мы предлагали им пойти искупать Вы что, с ума сошли? Что там делать? Да, да, да Зачем там это? Ну да, так же, как, наверное, у меня нет ни одной фотографии на фоне местного саника Нет, Москва очень красивый город Но он другой Я просто вот говорю Я очень-очень люблю Питер Ну что ж, тогда Будем, мы уверены в том, что и Петербург любит вас Артура Беркута И придет сегодня к вам на концерт А вот это мы посмотрим Замечательную музыку Шучу, я шучу И даже мое мнение, если для наших слушателей авторитет То я от всей души вам советую сделать это И сходить на концерт, потому что действительно здорово он поет Приходите Ну мы все, я знаю, что ребята из группы Top Gun тоже Все поющие, все замечательно играющие И я уверен, что шоу будет потрясающе сегодня Альберт, тогда вам еще вопрос Вы как-то вот заранее по нотам готовитесь Или как вот происходит подготовка к концерту с музыкантом С которым вы впервые встречаетесь на сцене Ну, задача какая Конечно же, этот концерт был запланирован еще три месяца назад Конечно же, это был срок, когда каждый из нас подготавливался Прослушал очень внимательно материал Готовимся мы не по нотам У всех уже большой опыт Все профессиональные музыканты с музыкальным образованием Конечно же, все приходят самостоятельно, дома делают домашнюю работу На слух подбирают партии Конечно же, за это время каждый из нас пересмотрел все живые выступления Артура С разными коллективами Мы пересмотрели работы во всех коллективах Мы прослушали все аудиозаписи Собрали из этого какой-то вообще саунд, партии, аранжировки Ну и плодотворно репетировали, репетировали Вот, допустим, вчера наша репетиция заняла, наверное, часов десять Ух ты! Да, расставались мы уже вечером И все торопились домой, чтобы отдохнуть, выспаться И как-то собрать в своей голове все эти мысли Вчера программа от начала до конца Артура была сыграна, ну, наверное, раз пять Видите, это адский труд На самом деле Да, да Я знаю, что Артур сейчас отправится спать А Альберт отправится репетировать Мне на лице написано, что я должен идти спать уже? Нет, ну вы тут как-то промолвились Проводите артиста в кровати Нет, ну, у Артура просто сейчас будет, да, просто свободное время, скажем так Может быть, Артур пойдет гулять Вот, пока погода хорошая, у нас сегодня солнце Его сегодня встретило солнце в Петербурге Его это удивило Замечательно, да Мне стало очень приятно, что Артур здесь сегодня с нами очень комфортно Очень весело Да, я пойду на саундчек, потому что ребята уже едут на концертную площадку Как бы готовить свои инструменты К тому, чтобы вечером было все очень красиво Ну что ж, клуб Джаггер, 9 вечера начала Но приходите, конечно, пораньше На площади Конституции этот клуб находится сегодня вечером На Артур Беркут и группа Топ Ган Всего доброго, удачи Спасибо вам взаимно Спасибо огромное Замечательный эфир Спасибо, всего доброго Пока Реклама